Очередная встреча депутатов прошла 17 декабря в здании администрации. Однако настрою на совместное обсуждение вопросов повестки дня помешала полемика между некоторыми депутатами, участниками заседания. Представители фракции КПРФ обнаружили ущемление своих прав и нарушение регламентов в том, что не все рабочие материалы были вовремя до них доведены. Парировал обращение председатель заседания Анатолий Терлецкий. Поясняю депутатам, информация о дате времени и вопросах, выносимых на сессию городского совета, была опубликована на сайте администрации города и размещена 13-го числа, то есть в пятницу, в 16 часов 36 минут, более чем за два дня. К сожалению, найти взаимопонимание депутатам не удалось. В качестве своего протеста депутаты фракции КПРФ в полном составе покинули зал заседания. Извините, вы нарушали законы, мы покугаем сессию. Все, спасибо. Пожалуйста, посмотрите, что нарушает регламент. Вы даже не дали Тимофею выступать. Он не просил слова. Почему? На руки подняли, а вы не смотрите ничего. Как и всегда. Читите вопросы, регламенты, очень странно, разбить голову. Проблема в том, что мы не можем решить эти вопросы на уровне совета, поэтому будем решать их на уровне суда. В результате разногласия к началу сессии в зале осталось 10 депутатов, без представителей коммунистов. В этом составе заседание было открыто и депутаты приступили к повестке дня, главным вопросом которой был проект бюджета Десногорска на 2020 и плановые периоды 2021-2022 годов. Далее проект бюджета был рассмотрен на всех постоянных депутатских комиссиях с подготовкой заключения заключений. Далее 5 декабря состоялись публичные слушания, в которых приняли участие порядка 160 человек. Большинством проект бюджета был одобрен и рекомендован депутатам к принятию. При этом было отмечено несовершенство финансового документа, наличие значительных слабых сторон, которые требуют принятия решительных мер. Проблемы все эти в городе мы видим, и дороги, и освещение. И все закрыть, все эти проблемы закрыть, к сожалению, в рамках действующего бюджетного законодательства, теми средствами, которыми обладает наш муниципалитет, к сожалению, не удается, пока не удается. Возможность пополнить бюджет некоторые депутаты видят в участии муниципалитета в федеральных программах и проектах. Как пример, приводится программа «Комфортная городская среда», благодаря которой продолжает благоустраиваться городская территория. Мы активно участвуем во всех региональных проектах в составе НАСПроектов, которые реализуются на территории муниципального развивания города Десногорск. Помимо этого, мы в 2020 году в соответствии с календарем грантового деятеля, если это не коммерческая организация, наше учреждение будет принимать самое активное участие. Ну и, соответственно, также на территории города при поддержке концерта «Росэнергоатом» и Замалинской атомной станции будет продолжаться реализовываться программа «Мой любимый город». Кроме этого, предложено выступить с вопросом законодательной инициативы на уровне областной думы в части пересмотра нормативов распределения налогов. Есть другие налоги регионального уровня, над которыми можно тоже попытаться поработать с целью пересмотра нормативов распределения и увеличения поступлений в муниципальный бюджет. Проект решения о бюджете Десногорска на предстоящие три года был принят единогласно. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ